Всем привет, дорогие друзья и товарищи! С вами Рин. В очередной раз поругаюсь на бандикам, потому что записал он прошлую серию почему-то без звука игры, и я честно не понимаю, что с ним происходит. Я вообще в настройках ничего не меняю, ничего не делаю. А потом, по факту уже, когда смотрю в программе монтажа, звука нет. Всё. И делай с этим, что хочешь. Не, конечно, это не тот случай, когда серия внезапно удалилась, или видео повреждено, или что-то. Тут я хотя бы могу на фон ещё какую-то музыку наложить. Это да. Просто придётся подольше над этим посидеть и что-то поискать. Ну, не что-то, а хотелось бы, конечно, из игры, чтобы музыка всё-таки соответствовала происходящему на экране. Ну, в общем, такие вот пироги. Вообще, надо бы, конечно, уже на другую какую-то программу записи переходить уже давно, потому что бандикам меня выбешивает до чёртиков. Но я пока не могу найти лучшие альтернативы, вот правда. Ладно, давайте будем продолжать нашу историю. Может, кстати, сегодня мы уже, я так полагаю, сегодня мы точно доберёмся до сути всего произошедшего. И, может быть, нам даже хватит времени, чтобы мы эту историю закончили. Вот, не знаю. Что ж, вот ещё один. Сейчас я всё проверила, естественно, перед записью. Я две игры записала перед этой, посмотрела, есть ли там звук. Звук был. И эту записала, и тоже проверила. Звук тоже был. Мягкая посадка в поле не очень удалась, а? Не то, чтобы я много раз сажал самолёт на реальную травяную полосу. И всё, подождите, вы мне больше ничего не скажете. История с Колином и Фэй, конечно, это какой-то лютый трэш. Я сейчас как раз приступила к монтажу, и я все серии, вот после последней, начала пересматривать, собственно. И начала обращать внимание на многие детали, которые раньше были неочевидными. И как-то это... Ну, то есть, получается, что Колин действительно был настолько одинок в своём детстве, что вот его бросали родители, потому что часто путешествовали. С ним в школе никто не дружил. У него дома... В общем, никого у него не было. Просто, блин, никого. Только собака по кличке Рудок. И крёстный отец по телевизору. И больше никого и ничего. Чё ж тогда удивляться, что этот мальчик придумал себе воображаемого друга, который потом настолько вышел из-под контроля, что теперь просто не хочет уходить из этого разума и из воспоминаний. Я вспоминаю свою личную историю. Ну, да, у меня тоже были моменты, когда со мной никто не хотел дружить, когда меня обзывали и всё такое прочее. Мне кажется, много у кого такое было. Но у меня даже в мыслях никогда не было завести себе воображаемого друга. Я писала в дневник. Я общалась... Говорю, нет, друзья какие-то, конечно, у меня были, но им я тоже всё не могла рассказывать. Я могла в самом-самом детстве, ну, с игрушкой максимум как-то там, типа, пытаться доверять ей свои переживания. Но выдумывать, прям, знаете, образ такой, приближенный к реальному, прям какого-то отдельного человека. У меня с фантазией как бы всё в порядке, но я никогда не считала нужным выдумывать себе друга. Вот я не знаю, почему. У меня это так. Другие, да, знаю. Хотя такие примеры я знаю больше именно по каким-то фильмам или книгам, когда ребёнок выдумывал себе прям друга, играл с ним. Правда, чаще всего оказывалось потом, что этот друг на самом деле какое-то злое привидение. Ну, или там злые силы, знаете, такое обычно в ужастиках происходило. И всё же, не стоит недооценивать. Всякое может случиться. Но с разумом Колина действительно было что-то не то, потому что, как и в Бёрдсторе мы могли наблюдать, у него было, так сказать, такое творческое переплетение, да, каких-то реальностей. Вот, когда мы видели, что он в школе, или когда он шёл домой из школы, то там школа этого очень так постепенно превращалась в лес. И вот, и всё в таком духе. Но, может быть, это действительно были не просто какие-то творческие воспоминания, а расстройства. Итак, как думаешь, у него шизофрения? Хм, больные шизофрении обычно с трудом отличают галлюцинации от реальности. Ну, значит, не шизофрения, значит, что-то другое. Но в нашем случае мне кажется, что он всё прекрасно понимает. Пока нельзя сказать наверняка, но я склоняюсь к мысли, что это какой-то защитный механизм. Куда интереснее, как ей удаётся материализовываться настолько живой. Вот уж правда. Это всё больше фантастику напоминает. Думаешь, она ещё может нас видеть? Трудно сказать. Ну, пока она хотя бы не сможет вмешаться. Похоже, это нормальное воспроизведение воспоминания. И всё. То есть Фэй пока вмешаться не сможет. Имя у неё ещё, кстати, такое. Хотя, по идее, нет. По идее, если бы это было имя Фэйт, то тогда бы оно, может, и обрело какое-то значение, потому что Фэйт значит Вера. Но Фэй... Не знаю, какое значение есть у этого имени. Так, ну здесь ничего интересного. Гибискус... Гибискус не мементо. Самолёт не мементо. Виолончель не мементо. Надо идти куда-то дальше. Чего ждёшь? Пошли! Ты никогда не слышала фразу «Остановись, и пусть весь мир подождёт». Вообще-то остановиться можно и на вершине холма. Погнали на перегонки! Ребята повзрослели, но всё ещё ведут себя как дети. Но здесь они, наверное, уже такие молодые люди. Возраст, может, ну, 20-25 где-то лет, да? Так, мы не туда пошли. Может быть, знаете что? Это тот самый момент, когда Колин решил избавиться от Фэй. Он же понимал, что она не настоящая. А так как он встретил Софию, он решил, что хватит мне пребывать в иллюзиях. Ведь я наконец-то встретил настоящего человека, с которым хочу связать жизнь. Эй, я тут подумал. Сегодня немного ветрено. Может, нам лучше прийти в другой раз? А, ну не ной ты так. Мы же почти на месте. Эй, помнишь, как мы играли в Поймай меня, если сможешь? Ветер? Минуту назад его не было. Птичка улетела. Ладно, теперь-то что стряслось? Давай просто немного передохнем. Опять? Ты даже 100 метров не прошел. Вообще-то эту штуку наверх тащу я. Ой, я-то думала, что ты к этому моменту уже поднакачаешься. Что-то она без гитары в этот раз пришла. Знаешь, виолончель тоже стала больше. Просто посиди со мной немного, ладно? Помнишь, первый раз, когда мы сюда пришли? Какой из первых разов? Второй, пожалуй. Первый, но второй. Когда мы бежали вверх на перегонки. Ах, да, это было глупо. Хотя ты был таким счастливым от того, что взял меня с собой. Да, давно я туда никого не водил. И то ведь нереального человека туда притащил, а выдуманную девушку, которая впоследствии превратилась в тульпу. Это место до сих пор одно из моих любимых. Мне всегда нравился вид на город, который отсюда открывается. Прошло действительно много времени, да? Я даже соскучился по походам туда. Так почему ты медлишь? М? Мы уже почти добрались. Почему ты останавливаешься на каждом шагу? Хватит себя обманывать, Колин. Ты вовсе не устал. И ветер тут ни при чем. Мы уже столько прошли. Мы с тобой оба знаем, что нам предстоит сделать. Я пока молчу. Не хочу ничего испортить своими комментариями. Цветочки. Какие красивые тюльпаны, что ли? Непонятно. А, лолд. Все-таки гитару она достала. Как будто бы. Первый раз, когда мы сюда пришли, я впервые аккомпанировала твоим гаммом. Помнишь? Да. Это помогло. До сих пор помогает, честно говоря. Да уж, никому не нравится практиковать гаммы в одиночестве. Но ты ведь ни разу по-настоящему не слышал, что я играла, да? Ух ты. Целый арт нарисовали. Сегодня здесь так красиво. Здесь всегда красиво. Тебе больше не нужно уходить. Теперь я могу летать. Куда бы ты ни ушла, я смогу пойти с тобой. А ты и правда упрямый. Тебе не кажется, что ты немного старова для моего общества? Люди будут смеяться над тобой, если узнают. Пусть смеются, сколько влезет. Мне все равно. Ты сделала меня таким, какой я сейчас. Благодаря тебе я научился летать. Благодаря тебе я продолжила играть на виолончели. Ты научила меня практиковать гаммы. Нет, Колин. Я не могу научить тебя тому, чего ты не знаешь. Как и заставить делать то, что ты не хочешь. А там облако в виде гитары, кстати, летит или виолончели. Как интересно. Может, все, чего ты по-настоящему хотел, просто чтобы кто-то был рядом. Даже если этот кто-то, такой, как я. Я знаю, это завораживает, Колин. Но ты проводишь так много времени со мной, представляя то, чему не бывать. Тебе не кажется, что ты начинаешь забывать, что на самом деле существует, а что лишь могло существовать? Иногда шаг из созданного нами маленького мирка – это единственный способ начать замечать прекрасный мир вокруг и наслаждаться им. Я просто не хочу оставаться один. Конечно, если я уйду, порой ты будешь один, даже когда не захочешь этого. Но это все часть взросления, часть жизни. Именно это делает мимолетные моменты с любимыми бесценным, а воспоминания – драгоценные. А еще это поможет тебе отыскать то, что ты не нашел бы, оставшись со мной. Бумажный самолетик. Тебя еще столь многое ждет, Колин. Не обещаю, что только хорошее, но… Я знаю, ты не найдешь то, что тебе нужно, проживая лишь на страницах нашего дневника. Ты привел меня в этот мир. Я никогда этого не забуду. Чему-то предназначено быть с тобою всю жизнь, чему-то довести до определенной черты. Помни, по-своему я всегда буду рядом, чтобы тебя защищать. И что бы ни случилось, если мы можем это сделать, то это можешь сделать ты. Ну что, Колин? Ты готов? Отпустить ее. Я не знаю. Я не уверен, что я готов все закончить. Меня не волнует, что ты из себя представляешь. Ты была моим первым настоящим другом. А как же птичка? Эй, это не обязательно должно стать нашим концом. Однажды ты можешь оглянуться и понять, как быстро прошла мимо твоя драгоценная жизнь. И в тот день я вернусь к тебе еще раз. То есть тут она даже ведь не агрессивно себя ведет. Она сама была готова уйти, чтобы он жил реальной жизнью. Ой. Мы поговорим, как раньше, и ты расскажешь мне про свой день. Нет, про свою жизнь. Ты расскажешь мне, какую счастливую жизнь прожил, какие прекрасные воспоминания приобрел. Ты ведь знаешь, моя жизнь может оказаться не такой уж счастливой. Ты в курсе, какой ты нытик? Поверь в себя хоть немного, Колин. Конечно, она будет счастливой. Я знаю. На это может уйти много времени, работы и усилий. Но когда этот день придет, я знаю, ты сумеешь поделиться целой кучей счастливых воспоминаний. Эх, время пришло. Сколько ты уже написал в этой книге? Ты много раз заменял страницы, не так ли? Я, наверное, много болтаю. Извини. Но когда я выйду, возможно, ты, наконец, сможешь посвятить больше страниц другим вещам. Это твоя книга. Можешь больше не писать только обо мне. Это ведь совсем как жизнь, да? Та же самая книга с самыми разными страницами, как и должно быть. Береги себя, хорошо? Эй. Я еще не попрощался с тобой. Ты уже попрощался, Колин. Я ненавижу тебя, Кангао. Пошел ты к черту. Давно. Давным-давно. Не случайно она его своими крыльями обняла? Как будто бы она и была той самой птичкой. Точнее, Колину хотелось так думать. Кангао, ты мерзавец. Я официально это заявляю. Я сижу вся в слезах. Она больше не возвращалась, да? Думаю, да. Интересно, причиной ли она является или следствие? Что? Я хочу сказать, думаешь, Колин несчастен потому, что она так и не вернулась? Если бы Колин всего лишь хотел увидеть ее снова, вряд ли бы ему понадобилось звать нас. Да. Возможно, ее отсутствие в конце означает, что к тому моменту он уже был несчастен. Вот мы и вернулись к началу. Опять дестабилизация. Осталось не так много времени. Давай двигаться. Придется работать с тем, что есть. Постой. Мы хоть знаем, что собираемся с ним делать? У меня есть пара идей, но сперва надо соединить памятные предметы. Давай вернемся в Метамир и разберемся по ходу дела. О, боже. Ну, вот это точно растянется на целую серию. Хорошо. Какого черта? Э, погоди сек... А, куда? Куда провалился Нил? Помни, я всегда буду рядом, чтобы тебя защищать. Ну, зашибись. Сначала Ева пропала, теперь Нила нет. Нил? Почему так долго? Это место разваливается. Нет времени его ждать. Да, придется самой, придется самой все это делать. О, боже мой. Так, подожди, а что делать-то? Надо каким-то образом перемещать предметы, да? Насколько я помню. Я, честно говоря, не помню только, с чего мы начали. Вообще. Ну, по-моему, с книги, да. А дальше? А, или нет. Нет. Нет, скорее всего, самолетик должен быть вот здесь. Или я все-таки что-то неправильно делаю? А, вот. Значит, что-то заработало. Гибискус. Биолончель. Думаю, я все собрала, но... О, господи, боже. Что это? Это... Действительно, что это было? Ее как будто бы спас самолетик. Да ладно, опять какая-то хрень с памятью. Опять какие-то черные дыры, воронки, непонятно что. Господи, где оказался Нил? Что это за место? Эм... Его память, она разваливается на части. Да, в буквальном смысле просто обломки воспоминаний. И все, и отсюда я, наверное, никуда не выберусь. Позвони. Но когда пройдешь через процедуру и проживешь свою новую жизнь, просто сохрани хоть что-нибудь отсюда. Все не так, Фия. Я не забуду вас. Не лукавил ли он? Может быть, он хотел забыть? То есть, теперь мы должны пройти все, я так понимаю, от начала до конца, как мы их проходили все воспоминания. Но я глазом моргнуть не успел, как не осталось времени. И вот я оказалась здесь, как и все остальные. Я лишь хочу чувствовать, что сделал для мира достаточно, прежде чем покину его, понимаете? Поэтому мы и здесь, Колин. Расскажите о своих сожалениях. Что бы вы хотели исправить? Ну это да, это я все помню. А, подожди, а туда мне как добраться? Непонятно. У нас так мало времени в этой жизни. Мы ни за что не успеем сделать все, что хотим. Что бы мы ни делали, всегда остаются неопробованные вещи и непройденные пути. К сожалению, это так. банально невозможно все, все за свою жизнь сделать. на платье попало. Слушай, это же просто еще один повод поплескаться в лагуне. Ты знаешь, нам не обязательно тратить весь этот лимонный сок впустую. Ты когда-нибудь пробовал им писать? О, кстати, этого не было в воспоминаниях. Лимонным соком? Нет. Зачем? Ха, тогда приготовься к сногсшибательной магии для младшеклассников. Только глянь, невидимые чернила. Невидимые чернила? Ага, ты увидишь написанное только после того, как нагреешь бумагу. А, нагреть ее надо было. Сейчас покажу. Давай что-нибудь ими напишем. Я... Ну, никогда не поздно начать снова. Как насчет письма? Кому? Друг другу, конечно же. Мы напишем об этой поездке. Вышло прям приключение, да? А в конце мы могли бы показать друг другу, что о нем написали. София классная так-то. Мало того, что она прекрасно играет на рояле, она еще и всегда старалась как-то сглаживать все неловкие ситуации, как-то ободрять Колина. Почему мы не видели эту часть воспоминания раньше? Наверное, потому, что она была заблокирована каким-то образом. Так, а куда же, куда же, куда же теперь? Снова, снова к медузам? Так, погоди, но я ведь здесь была уже. Я что-то не пойму, куда дальше-то. Здесь мы были. Тут медузы. И все, и никак. Я же не могу на кита взгромоздиться и поплыть. И опять сюда. А, все, я увидела, я слепошара, простите. Теперь сюда надо было. То есть, это здесь воспоминания, в которых мы даже не были, которых мы не видели еще. Хотя нет, вот это мы видели. Как ты мог вообще такое подумать? Почему ты отбрасываешь все, что у нас было, ради чего-то ненастоящего? Я ничего не отбрасываю. Но ведь он ведь хотел отбросить в итоге-то. Так, и что, и как теперь отсюда свалить? Это мы все читали, да. С нами никогда не поздно. Подождите-ка, эти воспоминания, они не разбросаны случайно. Может, успокоительные перестают действовать? А если они совсем перестанут действовать, что-то тогда будет? Ты отличаешься даже от человека, которым был, когда я впервые с тобой познакомилась. Ты больше не витаешь в облаках. Когда ты здесь, ты действительно здесь. А раньше он действительно как будто витал в облаках, потому что все время воображал себе Фэй. Вот этого вот мы точно не видели, как он пишет в дневнике. «Я знаю, это завораживает», сказала Фэй после паузы, снова посмотрев на небо. «Но ты провел слишком много времени со мной, представляя то, чего быть не может». «Тебе не кажется, что ты начинаешь забывать, что на самом деле существует, а что лишь могло существовать?» «Так, ладно, слушай, я понял, я понял твой посыл, слышишь? Я знаю, ты еще здесь, можешь прийти и забрать меня». «Думаю, ты это все Фэй устроила опять?» «Черт побери, я правда думал, что это была она». «Эээ, стоп, неужели нет другого спо... Вот вам вся прелесть Тигр Кангао. Только что ты слезами захлебывался, а в следующую секунду начинаешь ржать. Где тебя черти носят? Я все понял, Ева. Я понял невозможное. Ну, правда, собирать информацию по крупицам пришлось просто безбожно долго. Но, видимо, изнутри только так и получается. Ты о чем вообще? Да, о чем ты сейчас говоришь? Скотина, опять она. Успокоительная уже не действует? Что-то ты не слишком этому рада. Мы здесь ради Колина, а ты мешающий нам ментальный процесс. Что ж, вам повезло, ведь теперь это можно изменить, не так ли? Похоже, время на исходе. Если хотите меня стереть, то вам лучше поспешить. Нет, мы не будем тебя стирать. Мы сотрем себя. Стоп, что? Ева, Колину никогда не нужны были наши услуги. У него уже была она. Способность изменять свою реальность и жить в другом мире. Наполненным всем, чего он хотел, и все внутри его головы. Она то, чем мы занимаемся, Ева. Но она все равно ушла. Она ушла, и это могло значить лишь одно. Ты пытаешься сказать, что... Нет, не может такого быть. То, что мы делаем, отличается от... этого. Как? Мы... Все не так просто. То, что мы делаем, куда важнее. Мы исполняем мечты. Мы даем смысл жизням людей. То, что мы делаем, это гораздо больше, чем то, что делает какой-то воображаемый друг. Соглашусь, то, что делаем мы, гораздо сложнее. Но для кого-то, кому пришлось побороться, чтобы забыть о своих фантазиях и принять реальность, наше присутствие стало лишь ненужным усилителем. Напоминанием о выдумках, фантазиях и бесконечных возможностях, из-за которых реальность кажется более блеклой, чем на самом деле. Эй, вы двое! С пациентом дела совсем плохи. Я не знаю, чем вы там занимаетесь, но лучше вам оттуда побыстрее выбираться. И под лучше я имею в виду надо. После всего. Думаю, это все уже не важно. У нас не осталось времени, чтобы внести значительные изменения. Да, может, у нас и не осталось времени. Но что насчет нее? Она уже соединена с машиной, так? Без нас все процессы бы интериоризировали. Что за сложное слово? За долю секунды можно было бы сделать кучу всего. Ты просто хочешь отдать контроль над машиной ментальному процессу пациента? То есть он серьезно хочет, чтобы именно Фей сделала его последние воспоминания счастливыми, так? Этические последствия такого поступка подобного избегали не просто так. Подобного избегали, потому что у него одного пациента не было такого шанса. Да и какие у нас еще варианты? Просто уйти и списать все со счетов? Ну что насчет юридических сложностей и контракта? Там говорится... Черт, Ева. Когда контракт нас вообще останавливал? Когда она сама пошла, можно сказать, вразрез с контрактом, да, в истории Туземунта. Эй, ребят! Иди. Я буду прямо за тобой. Теперь не говори, что я тебе не доверяю. Почему ты делаешь это для нас? Ну, будь я Колином, лежащим при смерти, я бы поверил тебе, а не двум странным людям в белых халатах. Разве не так? Странным людям? Кое в чем твоя коллега была права. Вы делаете гораздо больше, чем просто играете с людскими воспоминаниями. Вы были здесь всего день, но... За всю его жизнь никто так и не увидел мир его глазами, как это сделали вы. И, ну, вы первая, с кем я смогла увидеться, кстати. Достижение тоже мне. Наверное, это отчасти то, чего по-настоящему хотел Колин. Это какая-то история, знаете, напоминает мне Пигмалиона и Галатею, блин. Знакомство получилось убойное, тут не поспоришь. Или этот фильм, как он там назывался, это все она или что-то в этом духе. Передача администратора. Unknown Credit. Или там не кредит, а что-то другое. Фэй. С тобой все будет в порядке? Просто немного нервничаю. Ну, учитывая обстоятельства. Я бы сказал, что это нормально. Эй. Думаешь, в каком-то смысле я и правда существовала? Ну, если на то пошло. Думаю, и наши воспоминания, и все остальное, ничто иное, как фантазии, которые мы сами и выдумываем. Интересная точка зрения. Удачи. Колин рассчитывает на тебя. Вот так вот просто взяли и отдали работу выдуманному существу. Которая, наверное, постарается сделать все, что от нее зависит. Ну, и в общем, что там уже происходило, это не наше дело. Артериальное давление падает. Показатели жизнедеятельности стремительно угасают. Думаю, он умирает. Ой, бляха-муха, как тяжело-то. Примите мои соболезнования. Я дам вам столько времени, сколько нужно. Я буду в гостиной. Подготовлю все необходимые документы. Я скажу им, когда они будут готовы. Ой, блин, и что после этого, после этого, вообще, что после этого делать? После всего такого. Не стоит далеко уходить. Может, я им понадоблюсь. Всегда получается как-то резко, правда? Видеть его таким сразу после того, как мы были там. Имеем, что имеем. Хотя я немного замерз. Там было теплее. То, что мы там сделали. Как мы узнаем, что это сработало? Никак. Сложно сказать. Я попробую потом покопаться в данных. Но, хотя, наверное, машина же как-то считывает. Я не знаю, есть там какие-то записи у нее, типа, сеанс прошел успешно. Нет? Ну, такого еще никто не делал. Не знаю, получится ли что-то разобрать. Похоже, у нас снова будет много работы с отчетом. Разберемся, когда все немного устаканится. А пока я кое-что вспомнил. Да, прочитать записи в дневнике. Так, вам удалось? Была одна трудность. Мы пытались справиться с кое-чем нестандартным. Но не думаю, что мы сможем когда-нибудь узнать, что же случилось в последние секунды. Слушайте, София говорила, что у вас есть зажигалка. Эм, да. Сейчас проявим надписи и все узнаем. А, то есть... И что же делает Фэй? А Фэй сделала его воспоминания действительно счастливыми. Без сожалений, да? Родители купили ему собаку. Может, настоящую даже? Или это... Нет, или это все-таки игрушечная? Наверное, тайком на день рождения принесли. Ага, он увидел самолет и пошел, судя по всему, уже без ее помощи. Хотя нет, она все равно с ним. Ну, просто такая призрачная. Уже видно, что не настоящая. А вот и София. То есть Фэй не стала ничего делать с Софией и все оставила как есть? Правда? Я-то думала, она прям ревновала Колина. Ну, нет, смотрите, свадьба! Свадьбу-то мы, кстати, саму не видели, только медовый месяц. Рождение Эшера. В этот раз он, наверное, успел. Семейная идиллия. Это Шар уже взрослый выпускник. Ну, по идее, в этих счастливых воспоминаниях Эшер должен был таки жениться и родить собственных детей, чтобы Колин был счастлив. Пока непонятно, случилось так или нет. Ну да, и Зи, и про Зигмунд ничего не показывали. Показывали про Рудога. Мировая собака, конечно. Как она помогала нам в битве. Ну, то есть, да, вот этих воспоминаниях, где он ездил и в Зигмунд, и как он вообще узнал про этот Зигмунд, их все, их больше не существует. Ему этого не понадобилось. С одной стороны, можно подумать, что мы зря старались, что ли. С другой, ну, видимо, все-таки не зря. Это было самое последнее доступное воспоминание. И еще что-то, дедуля. И она появилась только под самый-самый конец его жизни. Как и обещала. Долго же мы не виделись, а? Очень долго. А ты не сильно изменилась. Интересно, чья же это вина? Слушай, мне бы хотелось увидеться немного при других обстоятельствах. Но... Я знаю. Как же хочется, чтобы у меня было побольше времени, и я успел рассказать обо всем, что произошло. Все в порядке. Я там была. Я пришла, чтобы попрощаться. Но скажи мне одну вещь. У тебя остались сожаления? Сожаления? Да, их у меня немало. Как так? Я думала, их не осталось. Или... Нет, подожди. Нам же показали уже измененные воспоминания. Значит, их не должно было остаться. Но... Все в порядке. Или он просто принял эти сожаления и не хочет их менять. Упущенные шансы, неудачи и все, что я хотел получить... Все они были частью меня. Они привели меня к тому, что у меня есть. А то, что у меня есть... Я не променяю ни на какие богатства мира. Это я и хотела услышать. Иди. Тебя ждут. Пора возвращаться домой. Эй, Колин. Прости, что тогда мне пришлось уйти. Спасибо, что оставалась рядом, даже когда больше никого не было. Сука, почему так грустно? Все, я реву. Ведь реально больше никого не было. Хотя, вроде, и жена, и сын были. Но пока он не встретил Софию, он был так одинок. Ё-моё. Как так можно вообще? Офигеть. Как воспоминания переплелись, да? То есть воспоминания с реальностью. Кангао, ты чертов гений. Хотя я сейчас думаю, что мне все-таки понравилось больше, если сравнивать To The Moon и Finding Paradise. И, наверное, все-таки, как бы мне было не прискорбно это признавать, но To The Moon у меня как-то больше лежит душа и сердце. Я не знаю. Не хотелось бы думать, что это только потому, что та игра более романтичная какая-то и вот нацеленная прям на ах, там высокие эти чувства. Что вот там, не знаю, что через память, через заблокированную память Джонни вот это все, что Ривер с самого детства знала, что они должны будут встретиться на этом кроличьем пузе на Луне и Джонни к этому стремился и там та-та-та. Нет, эта история тоже хорошая. поучительная даже, я бы сказала. Потому что... Ну, потому что вот... Плохо человеку, когда он один. И если это доходит до такого, как дошло у Колина, то... Короче, я хочу все свести к тому, что не должно так быть. Что человек все-таки должен жить в реальности, должен общаться с реальными людьми. Должен делать что-то настоящее, а не пребывать в иллюзиях. Я, конечно, тоже не могу сказать, что это Колин сам во всем виноват. Нет, у него так сложилось в жизни. Он был одинок. Он придумал себе Фэй. Просто в какой-то момент эта фантазия зашла слишком далеко. И ему поэтому было очень сложно и очень больно от нее избавляться. Ну и ей, судя по всему, так как она долгое время пробыла в фантазиях Колина, она уже тоже, видимо, поэтому начала себя осознавать такой самостоятельной личностью. И поэтому тоже не хотела покидать просто так его воспоминания. Я не знаю, Ева и Нил, конечно, сделали что-то революционное, как мне кажется. Ну, конечно, у нас тут еще после титров сценка будет. Ну, ладно, тогда поговорим потом. Эшер все-таки пошел жениться, да? А Ева, значит, с Нилом приглашены на свадьбу. Жалко, что это после смерти Колина уже случилось. Здоров. Ты где? У себя в скотче. Пью дом. Чуть... Ты сказал, что приедешь. Я сказал, что приду на его могилу, как мы всегда делаем, а не на похороны. А, это похороны, господи, простите. Правда, все в черном. Я почему-то подумала, что тут свадьба. Когда мы в последний раз так делали? Я знаю, но мне показалось, что мы должны ему это после всего, что... Доктор Розалин, мы начинаем. Иди, до меня очередь еще дойдет. Господи, Нил там сидит дома, бухает. Как-то это тоже не очень хорошо. А, он не дома, он все-таки в офисе сидит. Ах, хорошо. Наслаждайся своим скотчем. Само собой. Так, на чем мы остановились? Он опять что-то с машиной делает. Опять какие-то модификации. Ну да, совсем не подозрительно, Нил. Я просил тебя стучать, а не взламывать мой замок. Переход на цифровые замки ужасная идея. Почему ты просто не закрылся на оба замка? Блинский роб. Я не знаю, зачем она тебя вообще в это втянула. Слушайте, у нас нет времени. Вы, ребята, в деле или нет? Еще бы. А, то есть они теперь в курсе и хотят... Хотят Нилу помогать в его делишках. Так, это и есть то самое решение, о котором ты говорил? Ага, это она. И это она. Мы, скорее всего, узнаем об этом уже в Импостер Факторе. Я так предполагаю. Да? To be continued? Импостер Факторе, так говорят, отличается немножко от всего того, что Кангао раньше делал. Спасибо, что стали частью истории. Ну, история... История-то действительно того заслуживает. История потрясающая. Музыка шикарна, как всегда. Саундтрек, всегда все. Так, если я нажму на Escape, я же не совсем выйду из игры. Так, ребят, на самом деле, когда я нажала Escape, меня выкинуло из игры, я дико испугалась, что сейчас с записью произойдет что-то плохое. Но нет, я проверила. С серией все нормально, все хорошо. Так что, в принципе, я могу на этом заканчивать. Да, я поплакала. Я как-то все пережила. Но, если честно, мне все же кажется, что в Тузамун я была более слезлива. Там как-то больше моментов было, которые прям душу тебе надрывали. А здесь, до самого-самого конца, я почему-то никак не могла проникнуться. Я все ждала, когда этот момент настанет. И вот только в этой последней серии, когда Колин прощался с Фей, и когда впоследствии она меняла ему воспоминания. Ну, появилась в конце, естественно. Вот эти вот были моменты, да, которые меня взволновали, растревожили и все тому подобное. В Тузамун же все-таки было этих моментов как-то намного больше. Вся эта история с Джонни и Ривердейт. Почему-то кажется, что музыка там даже более трогательная была. Может, это такое вот мое восприятие. Кому как, конечно. Но, тем не менее, я абсолютно не жалею, что прошла и Парадайз. Такой вот бывает рай для некоторых людей. Когда оказывается, что тебе совершенно не нужно ничего менять, что все хорошо и так. Вот как-то так, дорогие друзья и товарищи. Ну что ж, большое спасибо, что посмотрели этот летсплей. Большое спасибо, что были со мной. Увидимся когда-нибудь еще в других играх. Субтитры создавал DimaTorzok